ребята доброе утро вы на канале из жизни сетевика зовут меня светлана и сегодня у нас такой ответственный день да сейчас расскажу вот вообще по порядку сейчас около 9 часов около 9 часов утра я встала недавно потому что в 6 часов утра над нами где-то выше либо сбоку либо где начала уже гавкать собака есть тут у нас собака вот этот малыш так и сегодня что у нас за день важный так и сегодня что у нас за важный день сегодня мы вот этого красавчика везем к ветеринару на прививку кто смотрит мой канал подписан смотрел видео ролики про зубы тут в курсе насколько я все беру близко к сердцу нервничаю и переживаю игры вплоть до того что все у меня уже со вчерашнего вечера началась мандражка по поводу нашей поездки сегодня к ветеринару князюшка князь покушал князь вернулся замурочка ты мой хороший мой котик вот короче нас разбудили но не нас князь еще раньше встал уже все его поскакушки начались ну эти поскакушки еще рыба кстати огромная пришла уже села зарядка надо будет зарядить вот на хвостиком дрыгает ну вроде нравится ему периодически играть с ней что же кровать не застелила короче у меня будильник стоял на 7 45 меня в итоге в 6 часов утра разбудила эта собака и так плохо спала из-за того что нервничаю я вроде вчера выпила успокоительное но все равно я вот такая вот очень впечатление ну не то что впечатлительное переживательное скажем так да вот за все переживаю я уже в каком-то из видео говорила господи как стать пофигисткой вот так и получается я проснулась в 6 чем-то качуня пришел ко мне уже начал тоже скакать тоже уже там начал скакать как конь той федралочка у нас такая-то попрыгушка спрошу кстати у ветеринара как лучше его отвлекать вроде бы стараюсь с ним днем играться а вечером все равно такие мне устраивает бега здесь я не знаю что с ним делать князь нельзя ноги трогать вот поэтому сейчас уже 9 чем-то 9 чем-то я его только что покормила сейчас пойду посмотрю простите пожалуйста что зеваю извините сейчас пойду посмотрю что он там наделал в туалете в своем кстати пришла классная щеточка еще для уборки за котиками покажу потом очень удобно должно быть что ты делаешь вот молодец как тедра лачку дери начались нас уже эти поскакулки буду застилать кровать зубы я уже почистила стра самого когда вставала в первый раз его кормила князь вот и надо почистить еще раз я чувствую так не очень приятно после сна я еще поспала и позавтракаю и будем мы собираться и я наверное в переноске там кстати вот переноска есть вот она стоит вот в этой переноске я его уже выносила на улицу правда не выпускала просто выносила к родителям мы ходили я уже это не снимала буквально пару минут не очень удобно мне было бы что еще заказ отдавал а кстати какой-то у меня синячела смотрите это я шла и стукнулась вот об этот край дня три назад уже потихоньку начинает сходить огромный прям вот и в переноске вроде сидел он нормально вот поэтому я его запихнув переноску как запихну нормально он залазит туда в принципе сидит едет хорошо там я ему постелила мягенькая еще получается сеточка с одной и с другой стороны и пойду к родителям и нас папа там же подвезет на машине чтоб сильно долго и вон в переноске не сидел то что пешком идти далековато надо на старую ковалевку идти где-то там за общежитием первый раз я не знаю вот поэтому будем искать молодец князь играется молодец котик такой хороший князюшка молодец посчитала в интернете что надо хвалить то есть то что ты там особо ругаешься они этого не понимают коты но с ветеринаром поговорю на эту тему да домик у него есть игрушек у него куча молодец князюшка молодец князь так играет котик умничка молодец так все я пойду еще раз чистить зубы и завтракать я себе вчера с вечера сделала омлет жопка пошла моя сделала омлет сегодня с утра вчера поела ушу делается бачите а вечером так это вообще капец я так думаю что днем надо его заигрывать у меня что же не с не все время время есть я стараюсь я действительно страсть и одной рукой же сажусь компьютер работа что-то печатаю а второй рукой такой палочкой с мышкой на веревочке играю с ним уже хоть так стараться все равно у него энергии я не знаю сколько это какая-то ракета надо было назвать наверное его или я не знаю как это не князь это энерджайзер честное слово от него заряжать можно не знаю на что зарядить электро автомобиль мне кажется этого котика князь хороший котик молодец молодец играется с игрушками князь буду так вот говорить раз говорят ладно все ребятушки заболтала я вас сюда этого и по теме не по теме короче пойду потихонечку себя собирать уже кровать застилать прохладно кстати сегодня так дождь опять шел дни дожди какие-то идут сколько сейчас я смотрела 15 градусов всего открыли окно будем собираться на 11 часов 11 короче быть там как-то так ладно пойду короче оставайтесь с нами посмотрите как мы поедем давай его обратно это нижний выпадает постоянно посмотрите на обратном пути зайдем на вал берез я так думаю либо может я его занесу домой а потом зайду на вал берез посмотрю как он будет себя чувствовать ладно все пойду еще решила доснять показать вам смотрите что делает сейчас приближу князь может какая мошка короче веселуха на грани фантастики у меня хочу ребята кто хочет брать маленьких котят вот таких вот энергичных будьте готовы вот к такому вот поскакушим таким вот самого утра все пошла я теперь вот чтобы он так целый день игрался ну ладно ну пусть не целый день хоть какое-то время вот рыбу зарядим потом уже князюшка князь князюлька иди играйся чудик снимать не переснимать только что времени нету ладно все пойду я что мы уже едем малышняк где-то там сидит не вижу его перешел наверно на другую сторону сидит и не отвлекайся едем короче по-быстрому такой переноски для тех кто на ковалевке живет и не знают где ветеринарная тоже не знаю папа мой знает сказал сейчас завезет на сводки сумочка сидит тихонечко мягко это уже иногда вроде нормально хорошо спокойно где-то вода говорили с обратной стороны общежития вот это все приехали а вот до знак а вход где желтый козырек а там где женщина с собакой сейчас пойдем мы куда-то сюда вот здесь уже кто-то есть тут и рыбки наверное такой здесь аквариум мультики попить часы такие кто-то у нас уже есть котик сидит один с посмотрю да или прививку нашему красавчику где-то там уже молодец сидит спокойно то хороший котик такой что ребята мы уже приехали домой быстрее то малыш не отвезли ну молодец прям герой даже ветеринары сказали что прям герой такой герой вот не вырывался там особо не капризничал ничего на улице прохладно по сделали ему прививку по моему финляндия и сделали паспорт международный делала сразу на случай выезда за границу потому что никогда не знаешь как жизнь обернется вдруг мы куда-нибудь поедем с ним за границу вот поэтому я иду сейчас на волдыри составила его с папой дома с папу надо будет постричь эта машина едет вот так что все хорошо я больше боялась переживала чем тот кот так мне сказали что сегодня может быть немножко вялый то что он бесит это нормально дали памятку потом покажу и что-то еще а и расскажу короче ему месяца четыре вот сейчас приду домой все расскажу идем на волдырицы холодно ветрено я маме утром звонила мама мне такая ой тепло не одевайся на улице будет тепло говорить я аж послушала холодно короче трындец ветер сильный холодный так все иду бегу домой поесть мне еще надо сейчас подумаю может с папой фикс прайс еще съездим этом пару этих позиции откладывала в корзину сейчас подумаю холодный короче как говорится послушай советы сделай по-своему сегодня же вкусняшка решила накормить молодец короче что сказали что ему месяца 4 значит будем считать сегодня его день рождения как будто бы ему четыре месяца сегодня исполнилось весит килограмм 400 с чем-то грамм сказала хороший толстенький померили температуру ему температура хорошая зубы посмотрели все хорошо глаза уши пощупала животик короче все хорошо сделали ему прививку по моему финляндия потом надо будет на ревакцинацию ехать 28 августа по 4 сентября и там уже будет два в одном и от этих инфекций и сразу от бешенства и потом раз в год так еще вот сейчас папу буду стричь вот принесла веник надо будет волосы собрать ну пусть кот доест мы его с кухни уберем так и вот вал берись и забрала эти совочек потому что мне вот этим вот неудобно собирать наполнитель когда он раскидывает вообще неудобно я заказала такой вот маленький так сейчас я вскрою князь покушал нет мне так это есть это было это было здесь уже и и не покупала сюда же не доел а я вот какой купила маленький совочек когда она раскидывает наполнитель помоги мне раскрыть он когда по большому ходит он очень наполнитель раскидывает по всей кладовке и вот этим неудобно собирать мне тяжело и пара раз я по голове себе стукнула этими палками нет здесь прилили липучка должна быть вот смотри вот где-то там сейчас вскроем князюшка как ты так сказали сегодня может быть немножко вялый плохо типа аппетит может быть на нормально него 5 сказали что он молодец богатырь и этого и когда прививку делали он даже не пикнул вот вот такой вот совочек получается то есть вот я села взяла эту ерундовину чик 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 сразу совочек подмела на легкое такое подмела подмела и все и не морочусь с этими большими швабрами смотри видишь что-то новое да вот так что все вот это будет вообще просто замечательно вот сейчас буду стричь папа там посмотрим может еще съездим светофор потому что светофоре по 4 рубля были большие упаковки наполнителя кстати а вот этот наполнитель мы покупали за два с половиной наверное рубля два с половиной килограмма а там по моему много килограмм так мне еще надо будет поесть все князюшка уже спать будет да наверное ладно мы будем деда сейчас встречу с собой тут все принес